здравствуйте уважаемые зрители канала разоблачено я думаю мы все с вами видим что последнее время происходит усиление антитеррористических мероприятий в учебных заведениях я думаю каждый из вас видит особенно родители что как это проявляется нас не допускают на территорию школы устанавливаются видеокамеры повсеместно в школе там в учебных заведениях усиление эвакуации я думаю зимой мы все с вами наблюдали чуть ли не ежедневной эвакуации по всей стране а иногда и в одной школе каждый день проходило вот это вот мероприятие и татарстан у нас является один одним из первых регионов которые начали устанавливать кпп в школе и сегодня у нас гость гузель касимова представитель совета родителей татарстана и она нам расскажет о том что происходит здравствуйте действительно усиление антитеррористических мер очень заметно и так как наш у нас татарстан является пилотный можно сказать пилотным регионом то конечно вот эти все нововведения они часто используются начинаются с нас и в частности вот эти кпп про которые вы упомянули это контрольно-пропускные пункты которые устанавливают пока в школах где учащихся свыше тысячи человек то есть такие крупные образовательные учреждения и в этих кпп устанавливают систему фэйс айди камера распознавания лиц началось у нас это в двадцать первом году еще в городе альметьевске который кстати входит в огмв я думаю что это международная организация уже на слуху да и на площадках разоблачено мы делали не один уже подкаст по этой теме то есть по мнению нашему и общественности именно через огмв через вот эту международную организацию часто в нашу страну проходят эти международные проекты и наверное может быть связи с этим альметьевск входит в огмв и именно там уже восьми учебных заведениях установили кпп как нам сказали они пока не действуют они начнут действовать с первого сентября и конечно когда мы стали эту тему поднимать потому что ну сбор биометрии у детей это все-таки небезопасно а тут как раз камеры да но камера распознавания лица это сбор биометрических данных по сути и конечно не все но родители некоторые очень задумались озадачились и как-то эту тему начали мы поднимать причем когда в альметьевске сообщество родителей делали запросы в управление образования по этой теме какие правовые основы установки кпп как будут защищены персональные данные кто все это будет собирать то можно сказать их запросы оставили без ответа пришлось присоединиться как бы нам совету родителей уже республики тарстан то есть такому объединенному совету мы лично я тоже ездила в альметьевск проводили круглый стол и эту тему уже стали выводить на более широкое обсуждение и тут мы выяснили что у нас уже и в казани за это лето ставят те же самые кпп кпп это получается же режимный объект вот вопрос очень хороший и нас он тоже беспокоил да у нас что получается школа переходит в статус режимных объектов и поэтому выяснять вот эти все вопросы мы пошли в управление образования города казани с нами разговаривал матчин андрей олегович как раз таки ответственные за безопасность вот этих всех школ и у нас была возможность действительно задать все 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 вопросы которые нас как родители волнуют и первое что мы спросили то есть какие правовые основания для установки кпп и как выяснилось да что все это производится по постановлению 1006 которые ну как бы в простонародье назвали постановление антитеррор но там у него длинное название на самом деле да целый в 19 году да выпущено выпущено но правильно 2 августа 19 года но сейчас уже с весны в него стали вносить поправки стали вносить изменения что говорит о том что это постановление стало активизироваться причем это как-то проходит опять очень незаметно то есть для родителей да то есть никто не информирует что планируется вот установки кпп что планируется значит видеокамеры что вот это все постановление как бы начиная действовать да все по умолчанию происходит или приходит а тут все уже установлены в альметьевске родители вообще узнали об этом и сми и непосредственно когда началась стройка уже вот этого кпп контрольно-пропускного пункта то есть вот такое замалчивание да вот так то что до конца родители не раскрывается мне кажется тоже говорит о том что что-то здесь может быть не то да поэтому мы вот пошли вот выяснять как раз таки в управление образования и задавали вопросы по поводу насколько вообще это действительно поможет безопасности детей ведь что происходит в рамках вот этого постановления высокие заборы которые родители замечают да появляется вокруг школ сюда относится да магнитные замки на дверях сюда относятся вот эти видеокамеры сюда относятся и его для крупных объектов как раз таки вот эти кпп пропускные пункты как мы спрашиваем как это все в принципе может защитить от детей так называемых террористов скажем да они же как бы позиционируют что все это делается в рамках безопасности ну то есть я говорю вот вы приведите примеры но как это может как камера может защитить ребенка да ну нам стали приводить примеры что например туда не сможет пройти посторонний а я говорю а если не посторонний будет человек ну мало ли что может быть да ведь кстати все вот рамки про которые он уже давно стоят в школах это тоже все относится к этому постановлению хочу вам сказать на рамки магнитные рамки мы очень много родителей да мы про это спрашивали и действительно в постановлении 10.06 есть упоминание об этом и также помимо рамок у них еще должны быть ручные металла вот эти искатели да то есть вот это вся вещь да да очень как то вот так выглядит грустно но тем не менее как бы вот выяснили что это действительно по постановлению вот этому и получается что даже если рамки в каких-то школах может не до конца работали да то сейчас как я уже сказала происходит усиление вот этого постановления скорее всего начнется все работать по полной конечно на наш вопрос как это может защитить от террористов это все как бы теоретическая часть на что нам сказали что это целый комплекс мер да то есть это не только вот эти технические инженерно-технические средства это в принципе ну вот пропускной режим в частности например то что как бы посторонние люди не допускаются но почему-то вместе с посторонними людьми не допускаются теперь еще и родители и вот у нас одна родительница которая была с нами на приеме она так и сказала вы горит родители считаете посторонними людьми почему я не могу попасть потому что действительно был случай одна мама пришла к ребенку с паспортом пришла ее просто не пустили вышла лично директор и прям пугала кнопкой росгвардии что вызовет чтобы она удалилась то есть вот такие вот случаи уже бывают я извиняюсь перебью я тоже активный родитель и мы здесь вот в самаре ходили в одно учебное заведение подавать письмо директором и я не то есть мой ребенок не учился в этом учебном заведении но с нами был родитель чей ребенок учился и мы вдвоем втроем там пришли в это учебное заведение нас встретили охраной запретили нам проходить хотя мы были записаны на прием вот мы пытались пробиться потому что тема была очень важна письмо с которым мы пришли к директору в результате вызвали груз гвардию то есть вот пожалуйста нажали эту кнопочку вызвали груз гвардию нас просто оттуда выдворили мы так и не смогли не смогли попасть на прием и вручить письмо директору вот она в действии получается это постановление 10 06 вот именно это очень яркий пример на самом деле когда живут и родители могут не допускаться даже если ты пришел с паспортом то есть ты готов даже как бы быть скажем так чтобы тебя опознали что это действительно ты и но априори преступник тем более тысяч сразу попадаешь в рамку этих посторонних людей которые не допускаются в школы и кстати был очень интересный момент на приеме как раз таки когда мы обсуждали насколько вот это вот эти меры могут защитить детей андрей олегович сказал но ведь школы же это режимный объект мы так удивились смотрим как режимный объект он ой извините я ошибся то есть он он сказал что да я неправильно выразился но я считаю что такая оговорка была не случайно и что действительно вот наши опасения родительские что у нас школы превращают вот как раз таки в режимные объекты она идет семимильными шагами чем опасен до режимный объект то что во первых там очень усиленная охрана и действительно мы можем просто не пробиться к своим детям и во вторых все действия которые происходят внутри режима объекта они по сути является государственной тайной представляете что происходит в школе с детьми все какие-то мероприятия являются тайной родители не имеют права туда зайти и узнать что происходит с ребенком если у нас получится статус режимного объекта но вот согласно вот этому постановлению если почитать те меры которые требуются но знаете это один шаг вот до режимного объекта один шаг большой вопрос тоже был у нас по поводу персональных данных потому что вот эти кпп с камерами файс айди это же база биометрических данных детей мы спросили как вообще это соотносится с федеральным законом защиты персональных данных потому что не все родители будут давать согласие кстати вот насчет будут ли собираться согласия по вот этим кпп у нас получился двоякий ответ то есть в альметьевске нам ответили что согласие собирать будут а управление образования города казани нам сказали что этого может и не понадобится потому что директора школ который отвечает за соблюдение вот этого постановления то есть не управление не министерство образования отвечает за соблюдение постановления 10.06 а директора это их обязательство ну как бы это их обязанность и соответственно так как это их обязанность то соответственно они могут не собирать вот эти согласия вот и тогда мы спросили а как быть тем кто не согласен сдавать биометрические данные детей в эту базу они говорят что база будет собираться как бы специально только для школы то есть внутри школы все вот эти и никуда только для нас больше никуда мы ничего не и при этом не собирают опять же вот эти согласия хочу сказать что знаете на фоне того что путин подписал указ о создании единой базы биометрических данных вот это вот их слова что это будет все внутри школ как-то выглядит не очень убедительно вот к тому же кто будет иметь доступ к этим базам да те же самые защищены вот именно и очень многие же эксперты в айти сфере говорят что проблема защиты персональных данных не решена у нас в стране то есть реально не решена но ведь есть же еще ну в ходу такое что все персональные данные хранятся на серверах даже не в нашей стране а в других странах там медицинские данные там но по сути мы действительно не знаем где находятся эти сервера и когда вот я даже вот тоже на приеме спросила да вот сейчас говорю многих площадок есть вот эти цифровые где родители заставляют регистрироваться заставляют а где кто у них собственно кто разработчик вот министерство образования не знает они сказали мы не знаем вам надо в министерство цифровизации типа представляете да то есть даже они школах не владеет информацией мы действительно можем не найти вот этих концов куда куда это все уходит и ну как бы то что даже если эта база будет внутри школьная это никак не защитит не гарантирует что наш данные наших детей они никуда не уйдут кстати очень интересный момент когда я вот это все озвучила в управление образования города казани то андрей олегович сказал но утекут они и что будет представляете вот так он сказал то есть он говорит ну и что а что страшно будет вот вот вы мне расскажите что будет страшно я говорю ну я не знаю говорю вариантов много данные детей их успеваемость их какие-то медицинские может быть да это все попадает в открытую сеть он говорит и что будет ну то есть получается либо человек лукавит уже просто не знал что говорить да либо он действительно не понимает в чем опасность но тогда почему эти люди говорят о безопасности нам да если как бы у них нету понимания не зря же федеральный закон он все-таки защиту персональных данных дал вот поэтому этот момент я считаю он нерешенный защита персональных данных здесь никаким образом не гарантирована и помимо этого еще чисто физическая безопасность детей на мой взгляд тоже под угрозой ведь если какой-то инцидент произойдет внутри школы пожар я не знаю какая-то диверсия внутренняя ну мало ли у нас общество всегда стабильной нервной системой бывает да и дети могут оказаться просто заложниками вот этой системы когда они не смогут выйти будут магнитные двери на окнах решетки забор высокий да по периметру школы извините меня это может наоборот сыграть очень злую шутку скажем так и привлечь именно опасность угрозы их жизни поэтому тема серьезная и я думаю что многие многие родительские сообщества ее пока недооценивают потому что они очень нас запугали вот этими террористическими актами да стрелками теми же самыми многие родители хотят это установить хотят чтобы была росгвардия в школах а может быть действительно ситуация специально так создана для того чтобы ужесточить вот этот вот контроль детей в школах кстати вот если говорить о контроле и вообще безопасности детей ведь вот про эвакуации мы вначале начали говорить эвакуации которые были массово у нас в этом году куда увозили детей то есть куда их увезут потому что где-то там просто вывозили в какие-то то есть есть у каждой школы место прописано там уставили внутренних документов куда отвозится детей при эвакуации туда ли они отвезут или еще в какое-то другое место причем мы когда были тоже родительской сообщества самары на приеме в министерстве образования они нам представитель не министр а представитель нам сказал что когда его спросили но родители же имеет право знать куда детей возят почему нам не говорят он говорит родители не имеет права знать как не имеет права знать не имеет права это ну как вы скрытая информация только для служебного пользования а вдруг вы узнаете куда увезут детей и вы можете нанести там вред родители могут нанести вред детям своему ребенку другим детям то есть вот до такой степени идет рассуждение в министерстве образования да 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 абсолютно с вами согласна я считаю что родителям специально внушается вот эта мысль что вот эти все камеры заборы магнитные там двери все это ради безопасности и родители как бы вот если смотреть узко очень да то кажется как бы логично же да вот действительно же какие-то страшные вещи происходят у нас в школах особенно у нас в казане этот пример казанского стрелка просто на каждом приеме министерстве образования можно услышать да то есть вот у нас пример для всей страны пример для всей страны а у нас так тем более вот же у нас что было да ну кстати хочу сказать не знаю насколько все это до конца расследуется действительно вот эти все террористические акты да почему все это продолжается почему все равно но в то же время даже вот когда у нас казани это произошло не прошло и месяца как ту школу в которой произошла трагедия начали перекраивать вот по этим новым стандартам то есть уже с усилением скажем да вот кстати вот в этом постановлении тысячи шесть или десять ноль шесть там прописано что там четыре категории безопасности и оформляется паспорт безопасности на школу и перевод из категории в более высокую то есть более охраняемое ужесточение вот этих антих террористических мероприятий происходит после каких-либо вот таких вот инцидентов произошел инцидент в стране собирается комиссия кстати комиссия состоит из силовиков да там мчс фсб нацгвардия и представитель школы да и после этого они переводят категории в другую школу в другую категорию и могут уже устанавливать там тот же кпп там или еще увеличение камер увеличение высоты заборов и там все что угодно но опять что все что прописано в постановлении конечно в рамках то сидят усиление да и возникает вопрос а может быть действительно создаются специально такие прецеденты для того чтобы все школы страны вот ввести в такой вот режимный объект самое главное родителям здесь увидеть картину в целом то есть вот как с новыми в госами которые принимать сентября да то есть если смотреть отдельно кажется ну что такого ну подумаешь возможные варианты как могут учителя использовать цифровые площадки например да или устройство но если мы смотрим на в гос в рамках проекта образование 2030 нам понятно к чему это ведут да к тому чтобы тихонечку учитель будет замещаться вот здесь то же самое то есть если смотреть вот так узко ну да происходит какие-то террористические акты давайте мы усилим там охрану да но если смотреть это в комплексе тех же самых поправок которые у нас были принесены в конституцию когда дети уже определились как собственность государства да если смотреть это в рамках о закона об эвакуации да нашумевший законопроект который принят был да там ведь тоже есть подпункт что как бы родители не беспокойтесь дети могут быть эвакуированы отдельно понимаете ради безопасности да то есть не надо вам там с работы куда-то срываться там бежать да не волнуйтесь о детях есть кому позаботиться вот если смотреть вот в этом ключе в более широкой картине то вот это постановление но очень встраивается во все это дело понимаешь к чему это ведут к тому что все-таки детей отрывать от родителей и опять-таки если вспомнить пресловутые проекты детства 2030 когда институт семьи упраздняется когда дети у нас воспитываются как бы отдельно да то мы понимаем что это все может быть шагами именно к этому и вот это вот родители просто обязаны увидеть потому что да нам бьют на безопасность они очень как бы вот родителям это внушают но мы родители так как у нас есть обязанность тоже защиты детей охраны детей защиты детей мы должны увидеть эту картину в целом и хочу сказать вот когда я думала в принципе что делать в такой ситуации потому что вот это постановление оно не рекомендательное оно реально обязывает школы директоров соблюдать то есть если директора не будут это соблюдать на них там прокуратура и прочее найдутся кстати очень важный момент вся ответственность за установку вот этих вот и камер и видео и прочее ложится на директоров школ не управление образования не министерство образования то есть как нам сказали все решается в частном порядке с директорами не нравится вам кпп с фейс айди идите к директору разговаривайте пусть вам выписывают пропуск или как вы решите какая-то частная лавочка однозначно отдельное государство получается более того да решение кстати да и вот в управлении образования мы задали тот же самый вопрос по в госам потому что как выяснилось они рекомендательные в госы рекомендательные даже для первого и пятого класса нам это официально сказал министерство образования они сказали если вам не нравится собирайте родительские собрания идите к директору и пусть ваш класс учится по-другому то есть понимаете все полномочия отдали директорам все даже все и да и по в госам то есть по образовательным этим программам да и по антитеррористическим вот этим комплексным мер да все у нас решают директора и они будут решать захотят они чтобы например родитель проходил или это превышение там или это посторонние да значит директора решают может ваш ребенок проходить по бумажному пропуску или обязательно фейс айди все решайте в индивидуальном порядке вот и когда вот как бы так думаешь и понимаешь вообще как у нас директора иногда общаются да что же делать то в принципе и я понимаю что здесь самое главное как бы будить родительский ментал то есть вот эти все иллюзии относительно какой-то безопасности обязательно надо разбивать у нас вот недавно просто был потрясающий пример насколько родительское сообщество может менять процессы поделитесь да но я думаю по всей стране это наблюдали на самом деле потому что все мы знаем что в январе 22 года как только у нас до новый год прошел все планировали что у детей помните наверно укализацию вот и конечно тогда очень сильно включился в акции там в информировании населения союз родителей вместе он возник при комитете образования у свр да и разрабатывает очень много акций на самом деле и что получилось родители действительно несли отказы несли заявление все очень быстро свернул массово несли школы да я вот лично когда сама пришла в свою школу принести директору заявление отказ вот подобные то мне во первых охрана сказал вы знаете сколько много народу ходит потом я лично встретила еще одну маму которая принесла заявление то есть это вот случайно я пришла и попала и директор очень так агрессивно встретила много вас тут ходит вы представляете это в рамках одной школы все-таки народ ходил и все все родители встали против начали выражать даже вот знаете не надо было там каких-то громких там просто они пошли и сказали нет то есть как бы даже это каждый сделал по-своему понимаете но сделали то есть родительский ментал но не захотели они этого для своих детей все ничего не было все закончилось все сошло на нет за месяц больше про это ничего не говорили понятно что они будут предпринимать попытки но я это говорю к тому что мы родители у нас есть право оно как бы действительно право априори да наше право и если мы будем им пользоваться если мы будем понимать к чему это ведут то и вот это все не сработает ни одно постановление не сработает понимаете поэтому я предлагаю все таки вот находить советы родителей в городах потому что благодаря союзу родителей вместе созданы очень много советов именно по городам родительских сообществ которые объединились которые действуют и я думаю что нужно вот эту тему с усилением вот этого постановления антитеррор обязательно брать как на вооружение родителям доносить уже до других родителей к чему это ведут да и ну как бы вот тоже высказывать свое мнение потому что как я уже говорила с чего начала татарстан является пилотный пилотным регионом с нас на нас опробует пойдет по всей россии да потому что именно вот так вот действует та же самая сеть о гмв как вы знаете казань является столицей евразийского отделения да наш мэр является президентом гмв поэтому конечно у нас это опробуется первыми и вот кстати про тот альметьевск который я упоминал самом начале как мы недавно тоже с родителями выяснили камера распознавания лиц мэра альметьевска развесил еще в восемнадцатом году по городу про это никто не знал это к вопросу тех же самых биометрических данных да и как вообще это информируют людей информируют еще один момент вспомнила да тоже родители которых могут волновать это вот влияние рамок влияние системы фейс айди на здоровье и психику детей этот вопрос мы задали в управлении образования города казани на что нам андрей олегович ответил что он доверяет сертификатом у которой есть вот у этих устройств то есть у рамок есть сертификат безопасности у камер распознавания лиц есть как бы сертификат безопасности а раз есть сертификат значит есть исследование но они же должны на основании чего-то я говорю а где вот эти исследования посмотреть вот вы запрашиваете в школах вот этот сертификат смотрите кто его выдал там роскомнадзор или роспотребнадзор и значит у них должны быть исследования это говорю к тому что родители вы можете пользоваться вот этим инструментом действительно запросить сертификат безопасности и просить исследование потому что есть все основания полагать что исследований в принципе нет нет этих исследований вообще как это влияет на здоровье на растущий организм и на психику детей но есть другие исследования независимые вот как раз говорится об огромном вреде на причинение вреда здоровью ребенку да и кстати и физическому и психическому все таки давайте говорить откровенно раньше биометрию собирали преступников и само по себе вот это угнетение что ты ходишь как вот воспитание детей в каких условиях то есть фактически как какая-то колония концлагерь не побоюсь этого слова когда ты заходишь за забор ты показываешь свое там лицо да там пропуск там и все остальное ты заходишь выходишь точно так же то есть под полным контролем под видеокамерами ты проходишь и получается вот это формирует как бы модель поведения подчинение вот да то есть там нету свободы как таковой свободы как бы мысли свободы действий да получается все равно идет модель поведения подчинения ну получается Действительно, дети растятся именно вот с таким уклоном. И, конечно, ещё очень тенденция в связи с такими вот процессами, которые происходят в школах у родителей, забирать детей. Она очень частая. Даже вот когда мы вышли с Министерства управления города Казани, одна родительница сказала, мне, говорит, уже это так надоедает, у меня такой стресс, я думаю, что забрать ребёнка на семейное обучение. Да, я хочу сказать, что я прекрасно понимаю таких родителей, потому что... Кстати, их всё много. Их всё больше и больше, да, но потому что люди не видят выход. И это очень печально, что они не видят выход, потому что, как я уже приводила пример с принудительным, выход-то есть, ты просто не захоти. Ты просто вырази своё мнение, пойди просто скажи, и всё закончится. Но почему-то мы как-то вот эту силу маленечко забываем. Нам кажется, проще забрать ребёнка, но это далеко не проще, потому что здесь есть подводные камни. Во-первых, ты не сможешь полноценно обеспечить то же самое образование. Во-вторых, это будет как бы отделение от социума. И даже если он вырастет в таких хороших условиях ребёнок, но он попадёт в какое общество? Общество людей, выращенных вот в этой массовой режимной школе, скажем так, да, по цифровым устройствам. И как он себя найдёт, как он реализует, да, то есть вопрос очень большой. Он всё равно не сможет один. Конечно. Во-вторых, потом будет вуз, с вузами будет то же самое. В вузах уже тоже устанавливают, это все крупные учебные, образовательные учреждения, и что? То есть мы должны всё равно максимально бороться, я считаю, за массовую школу, за восстановление образования, за качественное образование, и это сделать, на самом деле, вполне возможно. Потому что сейчас есть и родительские сообщества, также возникают педагогические сообщества, в частности, при комитете образования УСВР также создан союз педагогических работников призвания. И если нас смотрят и педагоги, да, находите, присоединяйтесь, потому что есть кадры, есть действительно специалисты, да, всё это можно будет быстро возродить, лишь бы было у народа желание это менять, отстаивать, а не просто там куда-то уходить, потому что на данном этапе это пока не выход. Спасибо большое, Гузель. Я думаю, даже добавить нечего, все выводы уже сказаны. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал «Разоблачено», распространяйте наши передачи, эфиры, следите за нашими дальнейшими выпусками. Спасибо всем большое, кто был с нами. Всего доброго. До свидания.